МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+. Выпуск новостей с итогами Ольга Володина. Коротко о главных темах выпуска. На катке Центрального стадиона профсоюзов начались работы по заливке льда. Арену освободили от снега и поливают водой. Выясним, когда откроется каток. Такие приходили в голову. Проплакалась, успокоилась, доверилась врачам. Беременность и рак. Страшный диагноз подкосил учительницу одной из мурманских школ. Удастся ли полностью вылечиться и вырастить дочь? Инфаркт и инсульт – это заболевание, которое занимает первое место в летальности, в смертности, не только в нашем регионе, а по всей России. Сколько северян стали жертвами инфаркта и инсульта во время январских праздников? Расскажем о профилактике неинфекционных заболеваний. Окунуться в праздник с головой. Желательно так, чтобы сразу резко в воду не заходить. Спасатели дали советы тем, кто впервые планирует участвовать в крещенских купаниях и рассказали о правилах безопасности на празднике. От южных морей до полярного края. Я планировал замерзнуть на севере, но замерз как раз в средней полосе. Необычный маршрут для одиночного мотопробега. Расскажем, что подтолкнуло московского байкера на авантюрное путешествие и с какими трудностями он столкнулся в пути. Меры по увеличению грузопотока по Северному морскому пути обсудили на встрече главы Минвостокразвития России Росатома. В этом году в арктические и дальневосточные регионы планируется доставить 36 миллионов тонн грузов, тем самым увеличив показатель почти на 2 миллиона тонн. Уже заключены соглашения с восьмью крупнейшими грузоотправителями, осуществляющими транспортировку по Севморпути. Аналогичные документы планируется подписать с рядом компаний, реализующих в арктической зоне горнорудные проекты. Кроме того, на встрече обсудили вопросы создания единого оператора, который будет по льготным тарифам осуществлять регулярные маршруты в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов и гарантировать поставки грузов в рамках Северного завоза. Тем временем Росрыболовство поддержало предложение о выращивании мидий в Баренцевом море. Как отметил заместитель руководителя ведомства, сейчас бизнес изучает возможности создания мидийных предприятий. Он подчеркнул, что многие зарубежные компании ушли с российского рынка, что дает импульс к развитию производства в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, есть рентабельность по выращиванию мидий в Белом и Баренцевом морях. Для нас каждое предприятие, которое образуется в аквакультуре, является крайне ценным, потому что это уход от импортозависимости, это рабочие места и производство именно в нашей стране. На катке Центрального стадиона профсоюзов начались работы по заливке льда. Нашим корреспондентам удалось снять процесс подготовки. Арену освободили от двухнедельных сугробов и теперь поливают водой из шланга. Информацию о ходе работ нам подтвердили в спорткомитете Мурманска. Заливку льда должны начать через 7-8 дней. Напомним, прямо перед Новым годом в социальных сетях появилась новость о смене руководства спортивного комплекса и решении не заливать каток в новом сезоне. 150 мурманских конькобежцев остались безо льда. Об их судьбе мы уже рассказывали в наших выпусках новостей. А к крещенским купаниям в Мурманске все уже готово. На Семеновском озере рядом с домиком моржей оборудована прорубь и места для переодевания. На площадке этим вечером будут дежурить скорая помощь и водолазы. Подготовка к празднику там началась еще утром. Наблюдала за процессом Александра Клепцова. По заснеженной поверхности озера скользят лыжники. Рыбаки устроились у проруби подальше от берега. А у самого домика моржей вовсю расчищают площадку для праздника. Начнется он лишь вечером, а Александр Васильевич Колобов уже окунулся. Крещение для него лишь очередной повод искупаться в ледяной воде. Зимним плаванием он занимается уже 6 лет. Желательно так, чтобы сразу резко в воду не заходить. Постепенно опустился, немножко подержаться в воде и потом поплыть. Для новичков советы? Да, да, советы для новичков. Бывает, что резко так прыгают, это не нужно. Сотрудники МЧС, которые дежурят тут же, добавляют. Про алкоголь стоит забыть. Согреваться лучше чаем. Возьмите тапочки, полотенце и шапку. И не ныряйте с головой. Для переодевания девушек отведен весь домик моржей. Для мужчин установлена палатка. Общественный порядок будет осуществлять полиция города. Значит, мы продумали здесь все, выставили и контейнера, и биотуалеты. Даже сегодня завезли мраморную крошку для того, чтобы человек, выходя из воды, здесь увидите настил, чтобы не упасть и не споткнуться. То есть будет определенный человек, который будет подсыпкой заниматься и держать это дело на контроле. Первое – это безопасность. Мы посмотрели купюры, она огорожена с всех сторон. Второй момент – это, конечно, у нас планируется большой наплыв. В среднем у нас где-то в районе полутора тысячи на крещенские купания. Праздник начнется в 9 вечера 18 января и закончится лишь 19-го далеко за полночь. Как говорят спасатели, их дежурство продлится до первой звезды. И только тогда придет их очередь окунуться в купель. Александра Клепцова, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Окунуться в этом году получится не у всех. В водоемах Гаджиева, Североморская и Спутника лед оказался слишком тонкий. Спасатели уверены, он не выдержит купальщиков и тех, кто придет их поддержать. Поэтому в этих муниципалитетах крещенские купания было решено отменить. А администрация Мурманска сообщает, что в связи с праздничными мероприятиями в ближайшие дни на нескольких улицах города ограничат движение и парковку. С 23 часов 18 января до окончания мероприятий, посвященных празднованию крещения, будет запрещена остановка и стоянка транспорта по проспекту Героев Североморцев в обоих направлениях. От остановки Семеновское озеро до улицы Туристов, по проезду вдоль 178-го квартала в обоих направлениях. Запрещен правый поворот с проспекта Героев Североморцев на Верхнеростинское шоссе, а также въезд с Верхнеростинского шоссе на проспект Героев Североморцев. В это же время на улице Капитана Буркова от дома 25 до дома 20 на четной стороне будет запрещена парковка. 18 января в России отмечают памятную дату – 80-летие прорыва блокады Ленинграда. В этот день, в 1943 году, советские войска Ленинградского и Волховского фронтов смогли одержать первую крупную победу в году. О ее последствиях и о том, как мурманчане помогли блокадному городу выстоять, расскажем в сюжете. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года, когда немецко-фашистские войска захватили Шлиссельбург и отрезали город с суши. Советская армия неоднократно пыталась прорвать кольцо окружения. Однако сделать это получилось только в январе 43-го. Утром 18 января в ходе операции «Искра» под Шлиссельбургом часть Ленинградского и Волховского фронтов соединились. Сухопутная связь города со страной была восстановлена. А в течение всего 17 суток через коридор были проложены железная дорога и автомобильная трасса. Мурманская область активно поддерживала ленинградцев во время блокады. 26 января 1942 года Максиму Старостину, первому секретарю Мурманского областного комитета коммунистической партии, пришел запрос о помощи блокадному Ленинграду. Он сделал запись в своем дневнике о том, что рыбы в Мурманске мало, но Ленинграду тяжелее, надо помочь. И на срочном заседании обкома партии область полкома было принято решение помочь Ленинграду. И первый эшелон с рыбопродукцией был отправлен 29 января 1942 года. Отправили ни много ни мало 9 тонн медицинского жира, 40 тонн семги, 50 тонн сельдии, 100 тонн трески и другой соленой рыбы. Под обстрелами в условиях отсутствия топлива по недостроенным веткам эшелон смог добраться до станции Жихарева. Там груз распределили по машинам и поздней ночью без света фар северяне отправились в Ленинград по дороге жизни. На обратном пути многих женщин, детей и стариков смогли вывезти в Мурманск. Поэтому сейчас на территории области проживают около 75 ветеранов, переживших блокаду. В имени всех наших оставшихся живых ветеранов блокадного Ленинграда хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать вам здоровья, успехов. В честь памятной даты в Мурманске и Санкт-Петербурге организовали телемост между городами-героями. Почтили память погибших от голода или холода во время блокады. А также рассказали об этой трагедии молодежи. Денис Куратов, Руслан Мавлютов, ТВ-21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ-21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Эксперты оценили уровень безопасности в Мурманской области, проанализировав данные о состоянии преступности в регионе за прошедший год. Так, в 2022-м в регионе было зарегистрировано более 12 тысяч преступлений. При этом существенного скачка или снижения уровня преступности эксперты не наблюдают, отмечая увеличение лишь на 0,1%. Традиционно в трендах кражи – примерно треть от всех зарегистрированных преступлений. Следом набравшие популярность в ковидные годы – мошенничество – 22,5%. Далее с большим отрывом преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. А вот цифры, которые впечатляют. В 2022 году количество убийств с покушениями возросло на 20%. На одну треть выросло и число правонарушений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. По статистике, подавляющее большинство преступлений совершили те, кто ранее был судим. А теперь о раскрываемости. Она по сравнению с 2021 годом сократилась на 0,2%. И по-прежнему не дотягивает до половины. При этом раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления стали чаще. А вот жительница Полярных Зорь, видимо, попадет в статистические сводки наступившего года. Она ограбила магазин промтоваров. Это подтвердили камеры наблюдения. На кадрах молодая пара прогуливается вдоль стендов с инструментами. Пока мужчина оценивает ассортимент, девушка подозрительно осматривается. Убеждается, что рядом никого нет. Снимает с крючка дрель и уносит с собой. Предвосхищая ожидания, инструмент не стал подарком любимому. Украденная нарушительница продала, а деньги больше трех тысяч рублей потратила на себя. В отношении северянки возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком до двух лет. Более суровое наказание может ожидать двух молодых и предприимчивых мурманчан, которые превратили в теплицу для выращивания конопли обычную квартиру в Крущевке. Горе-партнерам удалось вырастить 125 кустов каннабиса. Не помешала даже длинная полярная ночь. Помещения мужчины умело переоборудовали, да так, что условия в самодельной теплице походили на мексиканский курорт. Однако наладить бизнес не получилось. Любителей ботаники задержали полицейские. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Больше двух миллионов рублей за пять дней. В Заполярье объединились неравнодушные северяне и бизнесмены, чтобы подарить счастливую жизнь одной девушке. Ведь чужой беды не бывает. Анастасии Меншиковой во время беременности поставили страшный диагноз – рак крови. Сейчас она проходит лечение в Москве и ждет операцию, которая решит ее дальнейшую судьбу. Удастся ли Анастасии полностью вылечиться и вернуться домой? Подробности в нашем сюжете. Я быстро перезваниваю, а он мне говорит – все, кидай все дела, едь домой. Я за тобой сейчас заеду, поедем в больницу, тебя госпитализируют. 2 июня 2022 года учительница одной из мурманских школ Анастасия Меншикова планировала уйти в декрет. Но радостное предвкушение материнства в один миг обернулось мучительной борьбой за свое здоровье и жизнь будущего ребенка. Девушки диагностировали острый миелоидный лейкоз. Мысли всякие приходили в голову. Проплакалась, успокоилась, доверилась врачам. Была конференция у врачей. Вот они созванивались как раз-таки с Институтом Москвы гематологии. И Институт принял решение, что они возьмут к себе меня. Под присмотром столичных врачей Анастасия начала проходить курс химиотерапии. Специалисты заверили девушку – такое воздействие на организм после первого триместра беременности не приведет к отклонениям у плода. Но рожать Анастасии все же было опасно. Роды ей делали искусственно, то есть ей провоцировали роды. У ребенка тоже были определенные проблемы. Соответственно, после родов дочку нам не отдали. Дочь мы забрали только, когда ей исполнился месяц. Огромное спасибо врачам, потому что за дочки наши врачи несколько ночей не спали. Сейчас здоровью Мии, так родители назвали дочь, ничего не угрожает. А после четырех курсов химиотерапии и у Анастасии началась ремиссия. Правда, болезнь может вернуться в любой момент. И щадить молодую маму она уже, вероятно, не будет. Нормально, мы справляемся. Забыть о страшных днях, наверное, не получится никогда. Но шанс вылечиться полностью от рака крови есть. Анастасии необходимо провести трансплантацию костного мозга. Потенциального донора нашли в иностранном реестре. Оставалось собрать для операции необходимую сумму – больше двух миллионов рублей. Я очень хотела делать что-то больше, чем макияж. Но я никак не могла понять, что это может быть, как моя профессия может помочь людям. Это же не врач и не учитель. На чужую беду откликнулось мурманское бьюти-сообщество. Екатерина Филиппова преображает девушек с помощью макияжа. Случайно наткнувшись на историю Анастасии в социальных сетях, не смогла оставаться в стороне. Но переводом денег она не ограничилась. Мастер решила провести благотворительный день. Это когда человек записывается на услугу макияж, приходит и платит столько, сколько он считает нужным. И все эти деньги, не какой-то процент, а конкретно вся выручка за этот день, переводится в помощь Анастасии. Эстафету помощи подхватили и коллеги Екатерины. А неравнодушные северяне еще до начала благотворительного дня стали отправлять на счет визажистки кто сколько мог. 500 тысяч и даже 10 тысяч рублей. Она в свою очередь переводила эти деньги на счет Анастасии. Точку в этой истории поставил один из крупных российских банков. Компания пожертвовала сразу больше миллиона рублей. Банк давно и системно оказывает благотворительную поддержку различным фондам и проектам. В данном случае мы не смогли пройти мимо истории Анастасии Меньшиковой, которая, едва родив на свет долгожданную дочку, столкнулась со страшным диагнозом – острый лейкоз. Самое меньшее, что можно было сделать в этой ситуации – это помочь с деньгами на лечение, потому что все остальное в руках Бога. Дома Анастасия не была уже больше полугода и, вероятно, останется в столице еще на пару месяцев. Провести трансплантацию костного мозга планируют в марте. После пересадки – реабилитация. А потом путь домой, где ее ждут семья и любимые ученики. Текущую неделю Минздрав России объявил неделей профилактики неинфекционных заболеваний. К ним относят болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет. О том, как уберечь себя от инфаркта и инсульта. И часто ли северяне становятся жертвами этих недугов? Нашим корреспондентам рассказали работники областной больницы. Сергей Штольдер заведует отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной больницы. Больше 20 лет к ним круглосуточно поступают пациенты с проблемами закрытых сосудов всех органов и систем, острым инфарктом миокарда и инсультом. В год врачи проводят полторы тысячи плановых операций. В период новогодних праздников болезни на каникулы не уходят. С 1 по 8 января в прошлом году было 19 экстренных пациентов, инфаркты. В этом году было 26. Для нас это достаточно большие объемы, большие нагрузки, сложные пациенты. Для нас это ежедневная работа. Учащение проблем с сердцем и сосудами связаны с выходом из полярной ночи. Однако, по словам врачей, многое зависит не от климата, а от внимательности к своему организму. Здесь на помощь приходят физические нагрузки, обилие витаминов и полноценный сон. Инфаркт и инсульт – это вообще заболевание, которое занимает первое место в летальности, в смертности. Не только в нашем регионе, по всей России есть проблемы с информированностью населения, с пониманием заболеваний населения, с рисками, с летальностью. Крайне важно незамедлительно обратиться за помощью, а ведь времени совсем немного. Врачебную помощь при инфаркте следует обеспечить в течение двух часов, при инсульте – в течение трех. Евгения Гречуха, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Мурманск вошел в топ-10 самых популярных городов для путешествий самолетом, по версии одного из крупнейших отечественных сайтов бронирования билетов. Специалисты проанализировали запланированный перелет из 10 до 31 января. Столица Заполярья оказалась на пятой строчке рейтинга. Но не все путешественники предпочитают быстро перемещаться из точки А в точку Б. Для некоторых важнее сам путь. Дмитрий Терентьев проехал больше трех тысяч километров на мотоцикле из Сочи до Мурманска. Чем привлекают людей такие рисковые вояжи? Расскажем в сюжете. Позади три тысячи километров. И вот она, долгожданная Стелла с надписью «Мурманск». До этой точки своего маршрута Дмитрий добирался на мотоцикле пять дней. Какие первые впечатления вы увидели Стеллу Мурманск? Какие первые шли? Здорово. Во-первых, классно, что я наконец-то добрался. Как в конце большого пути, любого, когда доходишь до финиша, облегчение и радость. От южных морей до полярного края. Этими строчками из государственного гимна вдохновился московский байкер и отправился из Сочи в Мурманск. Чтобы преодолеть такой большой путь зимой, пришлось тщательно подготовить своего Харлея. Начнем с того, что вот эти вот меховые рукавички не дали мне замерзнуть. Такие железные лопаты были изготовлены на случай, если мне придется в какой-то сугроб незначай вылететь. Ну и в целом это ветрозащита, грязезащита. Дмитрий заинтересовался мотоциклами еще в детстве, но серьезно начал кататься только три года назад. Люди в байкерской тусовке встречаются совершенно разные. Например, наш герой работает в квантовом центре в Сколково, но их всех объединяет страсть к авантюре. Невозможно себе представить ситуацию, где на трассе стоит сломанный байк, и другой байкер проезжает мимо, потому что ему просто некуда остановиться. Выезжая из солнечного Сочи, Дмитрий думал, замерзать по дороге будет постепенно, но сильные морозы до минус 40 застали его уже в средней полосе. А на севере, наоборот, отогрелся. Когда я проходил регионы, где были сильные морозы, так как я дышал в шлем, дыхание теплое, оно конденсировалось и каплями из шлема пыталось вытечь наружу. В итоге я, приехав на очередную свою точку, не смог снять шлем, потому что он просто примерз к комбинезону. Мне пришлось в шлеме заселиться в отель. Дорога была сложная. Не обошлось и без поломок, но оно того стоило. Бурманский байкер пробудет еще несколько дней. Планирует съездить в Териберку и встретиться с местными мотоциклистами. Сюда он снова вернется в следующем году. Но уже с новой задачей – поставить рекорд, пройдя тысячу километров в условиях полярной ночи на скорость. Лада Егорова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции – 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше завтра снежно, температура воздуха – минус 1, плюс 1. Похожая погода ожидает жителей Умбы. В полярных зорях чуть холоднее, столбик термометра опустится до нуля градусов. В Апатитах ожидаются осадки – около 1 градуса, со знаком минус. В Кировске похолодает до минус 1, возможен снег. В Кавдоре температура воздуха – минус 1, минус 3, осадки. В Манчегорске – 0, минус 2, снежно. В Лавозере чуть холоднее – минус 1, минус 3. В Оленигорске ожидается похожая погода. В Никеле днем – около 2 градусов ниже нуля. Похожая погода ожидает жителей Заполярного. В столице Северного флота возможны осадки в виде снега – минус 1, минус 3. В Мурманске также снежная, температура воздуха – около 2 градусов, со знаком минус. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok